Здравствуйте! Я Толхпаева Мара Албакаткановна, преподаватель кафедры компьютерного моделирования и информационных технологий. Тема урока «Сервопривод». Цель практической работы – это ознакомление с принципом работы сервопривода. Необходимые компоненты – контроллер Arduino Uno R3, плата для прототипирования, сервопривод, потенциометр, провода ПАПА-ПАПА. Сервопривод – это устройство, обеспечивающее преобразование сигнала в строго соответствующее этому сигналу перемещения. Как правило, поворот исполнительного устройства представляет собой прямоугольную коробку с мотором, схемой, редуктором внутри и выходным валом, который может поворачиваться на строго фиксированный угол, определяемый входным сигналом. Как правило, этот угол имеет предел в 60-180 градусов. Кроме этого, еще бывают сервоприводы и постоянного вращения. Сервопривод подключается с помощью трех проводов к управляющему устройству – драйверу или контроллеру и источнику питания. Сервопривод управляется с помощью импульсов переменной длительности. Угол поворота определяется длительностью импульса, который подается по сигнальному проводу. Это называется широтно-импульсной модуляцией. Сервопривод ожидает импульс каждые 20 миллисекунд. Длительность импульса определяет, насколько далеко должен поворачиваться мотор. Например, импульс в 1,5 миллисекунды диктует мотору поворот в положении 90 градусов. Нейтральное положение. Когда сервопривод получает команду на перемещение, его управляющий орган перемещается в это положение и удерживает его. Если внешняя сила действует на сервопривод, когда он удерживает заданное положение, сервопривод будет сопротивляться перемещению из этого положения. Максимальная величина силы, которую может выдерживать сервопривод, характеризует вращающий момент сервопривода. Однако сервопривод не навсегда удерживает свое положение. Импульсы позиционирования должны повторяться, информируя сервопривод о сохранении положения. Сервопривод подключается тремя проводами. Питание, земля и сигнальный. Питание – это красный провод. Он может быть подключен к плюс 5 вольту внешнего источника питания. Черный или коричневый провод – это земля. Подключается к GND, выводу Arduino GND. Сигнальный бывает оранжевый, желтый, белый. Подключается к цифровому выводу контроллера Arduino. Для питания сервопривода используем отдельный блок питания 5 вольт. Для управления сервоприводом в Arduino имеется стандартная библиотека серва. На платах, отличных от Mega, использование библиотеки отключает возможность применения аналог-райт на пинах 9 и 10, вне зависимости, подключены к этим пинам сервера или нет. На платах Mega до 12 сервоприводов могут использоваться без влияния на функциональность ШИМ, но использование от 12 до 23 сервомашинок отключат ШИМ на пинах 11 и 12. Аналоговые данные потенциометра масштабируем функцией MAP в значении угла поворота сервопривода. И с помощью библиотечной функции ServoWrite даем сервоприводу команду для поворота. Теперь давайте соберем проект поворотом ручки потенциометра, где управляется положение сервопривода. Для этого, как вы уже видите, нам понадобится сервопривод, потенциометр и провода для соединения между собой и микроконтроллером. Коричневый провод сервопривода соединяем с землей макетной платы. Красный провод сервопривода соединяем с плюсом напряжения макетной платы. Третий пин соединяем с пином 8 микроконтроллера. Теперь потенциометр. Одну ножку потенциометра соединяем также с плюс-контактом, с плюс-дорожкой макетной платы. Следующую внешнюю ножку соединяем с макетной платой, с минус-контактом. И средний контакт потенциометра соединяем с пином А0 микроконтроллера Ардуино. Плюсовую и минусовую дорожку макетной платы соединяем с соответствующими пинами GND и 5 вольт микроконтроллера Ардуино. Теперь давайте разберем скетч. Используем стандартную библиотеку серво для подключения библиотеки серво. Используем стандартную библиотеку серво для работы с сервомотором. Это переменная для подключения сервопривода, аналоговый вход А0 для подключения потенциометра, валпот это переменная для хранения значения потенциометра и angel серво переменная для хранения угла поворота сервы. С помощью оператора серво1 attach pin серво подключаем, то есть связываем переменную серво к выводу pin серво. Теперь в переменную валпот читаем данные потенциометра. Масштабируем значения, полученные с потенциометра к интервалу 0.180 с помощью нам уже известной функции map. И поворот сервопривода на полученный угол с помощью оператора серво1 write angle серво. Делаем паузу, то есть ожидаем следующий поворот сервопривода, следующую команду. Теперь давайте рассмотрим работу вышеизложенного проекта. Вот я поворачиваю потенциометр, ручку потенциометра, и вы видите, что также на этот угол поворачивается вентилятор сервопривода. То есть мы с помощью ручки потенциометра меняем, контролируем поворот сервопривода. В этом видео уроке мы рассмотрели с вами работу с библиотекой серво для работы с сервоприводом, функции map и также функции для работы с сервоприводом, такие как серво attach, angle servo и так далее. Спасибо за внимание. До свидания.